Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка доступа» в студии Александра Ткаченко. Сегодня в выпуске. Как идет строительство трансграничного моста через Амур? Сколько рейсов прилетели в областную столицу с опозданием из-за густого тумана? Где восстановят дороги, разбитые большегрузами? И какие специальности осваивают юные амурчане на детской железной дороге в Свободном? Об этих и других темах в ближайшее время. Возведение моста через Амур идет по графику. Строители уже приступили к производству второй опоры, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, рабочие возвели временный мост через протоку Каникурганское. Сейчас бурят скважины для строительства опоры капитального моста. Подробности далее. Почти 170 человек и 50 единиц техники задействованы в настоящее время на возведении моста, который соединит Россию и Китай. Еще 300 человек и почти 70 машин заняты на дорожных работах. Строительство моста идет по графику. Сейчас, например, бурят скважины под заливку свай. Уже завершены работы по заливке первой опоры. Приступили к возведению второй. По ней уже уложено 520 кубометров бетона из планируемых 780. Накануне проинспектировать ход строительства объекта приехал глава региона. Он также поинтересовался, как идут дорожно-строительные работы. На сегодня подготовительные работы выполнены 553 тысячи метров кубических грунта, что составляет 82 процента от подготовительных работ по проекту. Отсыпка земляного полотна. Выполнена работа в объеме 1 миллион 200 тысяч метров кубических грунта, что составляет 21,4 процента от общего проектного объема или 47,6 процента от объема на 2017 год. Всего общее количество земляных работ выполнено в объеме 1 миллион 753 тысячи метров кубических грунта, что составляет 26,5 процента от общего проектного объема. Как рассказал Виктор Банин, на двух путепроводах из трех в полном объеме проведены подготовительные работы. Кроме того, строители срезают сваи и занимаются армированием фундамента для выполнения бетонных работ. Это наша половина. Вот от нулевого пикета. От середины до моста. Значит, 540 метров на пяти опорах. Полностью мост длиной 1080 метров на 10 опорах бетонных. В настоящее время строители возвели временный переход через протоку Каникурганское. Сейчас идет бурение скважин для опор капитального моста через протоку. Также для подключения стройплощадок к постоянному источнику электроэнергии идет установка линий электропередач. На сегодня построены два вахтовых поселка для проживания, питания, складирования материалов. Ну, питание рабочих, складирование материалов. Это вахтовый поселок АО «Асфальт» и вахтовый поселок Войскамост. Ну, Войскамост еще достраивается. Кроме того, уже запущено два бетонных завода. Специалисты также провели археологические исследования, позаботились и об экологической составляющей. Так ведется обустройство мест гнездования краснокнижных птиц, а также пересадка краснокнижных растений. Напомню, в месте строительства моста через Амур специалисты обнаружили краснокнижные ирисы. Мост через Амур должны возвести за три года. По планам сдать сооружение должны в 2019 году. Анастасия Петраш, Павел Падалко, Амурское областное телевидение. Из-за сильного тумана в Благовещенск сразу несколько авиарейсов прилетели с задержкой. Так, самолет из Владивостока опоздал почти на 4 часа, из Москвы на 2. Причем борт из столицы все это время кружил в зоне ожидания. Над Среднебелой и только когда погодные условия нормализовались, смог приземлиться в аэропорту. Подобная ситуация и с рейсом из Новосибирска. Только из-за тумана самолет не смог совершить посадку и отправился в Хабаровск. Опоздание составило чуть больше 6 часов. В столицу Приамуре он прибыл к часу дня. В Дубовке Свободенского района отремонтируют трассу, которая пострадала от большегрузного транспорта. Проблемы в поселке обсуждали во время поезда главы региона по районам. Дорога, о которой идет речь, вошла в схему доставки грузов. В госавтоинспекторы установили знаки, ограничивающие движение. Тем временем большегрузы пошли по соседним улицам, повредив теплотрассу и систему водоотведения. Местных жителей сложившаяся ситуация не устроила и не пожаловались губернатору. О том, что проблема решается, селянам сообщил глава региона. 26 июля в Свободенском районе работало открытое правительство. Вывели отсюда вахтовки сейчас. И сейчас у нас в рамках мероприятий непосредственно администрация города Свободна получена уже 68 миллионов. На 37 проторговано, 31 у них есть в наличии для маневра. По словам Андрея Тегло, уже 27 июля должна состояться встреча с гендиректором компании «Газпром Трансгаз Томск» Анатолием Титовым, на которой стороны согласуют изменения схемы движения. Представители Свободенской администрации заверили, уже в конце следующей недели подрядчик приступит к работам. Чтобы привести в порядок улицу Котовского, понадобится максимум две недели. По другим трассам сметы также согласованы, в частности и по инженерным сетям. В следующем году на улицах установят освещение. С 1 августа иностранцы смогут въезжать в Россию по электронной визе, которая будет выдаваться на срок до 30 дней. Правда, послабления коснутся не всех туристов, а только тех, кто прибывает в нашу страну через свободный порт Владивосток. Упрощенный порядок въезда приведет к росту инвестиционной привлекательности регионов России, сообщает Пресс-служба Минвостокразвития. Процедура оформления электронных виз в регионы Дальнего Востока с 1 августа стала доступна для жителей 18 стран, включая Индию, Китай, КНДР, Японию, Турцию и другие. Иностранцы смогут приехать в любую из пяти дальневосточных субъектов, где действует режим свободного порта. Это Приморские и Хабаровские края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка. Электронная виза выдается бесплатно и будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления. Причем сделать это можно через интернет на специализированном сайте МИД России. На личном приеме прокурора области теперь можно побывать, не приезжая в Благовещенск. Для жителей отдаленных районов Амурская прокуратура начала проводить встречи в режиме видеоконференции. Для разговора с прокурором области достаточно записаться на видеоприем в районной прокуратуре. Глава ведомства в назначенное время выйдет на связь. Кстати, за первые полугодия количество личных обращений в Амурскую прокуратуру выросло на 20%. Жители области приходили, звонили и писали почти 12,5 тысяч раз. Кроме того, обращения граждан принимали по почте, а также в электронном виде. Разрешение на охоту амурчане теперь могут получить через МФЦ. 65 человек уже воспользовались услугой в многофункциональном центре Благовещенска. Заявки были приняты в режиме онлайн. Документы зарегистрированы в Управлении по охране животного мира. Сезон охоты на кабана в области откроется 1 августа. Также в МФЦ можно получить охотничий билет единого федерального образца. Для его оформления необходимы паспорт, заявление и две фотографии. Документ будет готов через 5 рабочих дней. Между тем, охотник имеет право оформить только разовое разрешение на конкретную дату и отстрел одного или нескольких животных, комментируют сотрудники управления. Квота открыта на Гипкунском участке в Тынинском районе. Перечень документов, которые необходим для данной услуги – это паспорт. Мы делаем копию, затем заявление и квитанция на оплату госпошлины. Размер государственной опошлины составляет 650 рублей. Эстафета по пути святителя Иннокентия завершится в Америке. Свечу памяти амурские моржи донесут до Аляски. 9 августа команда амурских пловцов отправится в Штаты. В США амурские пловцы устроят два заплыва. Один на 220 метров, второй на 6 километров. Между островами Умнак и Уналашка, где святитель плавал на байдарке и крестил Алиутов. Кроме того, российские и американские священники помолятся вместе. Напомним, стартовала эстафета в Иркутске. Затем пловцы поплыли по реке Лени в Якутии. Ну а третий этап был в Благовещенске 3 июня. По завершению проекта организаторы создадут сводный фильм. Картину покажут в октябре в Москве на конференции Русского географического общества. Одна из самых красивых и удобных для туристических маршрутов река Гелюй в очень плохом экологическом состоянии. Таким выводом пришли члены Амурского областного отделения Русского географического общества после сплава по реке. 9 человек в течение 11 дней проплыли на катамаранах вниз по течению около 250 километров от Эвенкийской деревни до паромной переправы через Гелюй. Участники экспедиции изучали экологическое состояние долины реки Гелюй и состояние воды в ней. При этом исследователи отмечают, от места впадения Большого Джилтулака до самого конца маршрута Гелюйского перевоза, вода в реке очень загрязнена. Со слов местных жителей, загрязнения начались около 4 лет назад из-за незаконной золотодобычи кустарными способами. Амурское областное отделение Русского географического общества считает необходимым проведение расследования сложившейся ситуации, чтобы снять возможные обвинения соответственных золотодобывающих предприятий. На участке от Тынды до впадения Большого Джилтулака, это первый большой приток правый, ну, тот, конечно, моется, ничего не поделаешь, а рыба ловилась. Ниже него уже все гораздо хуже, там не то, чтобы рыба не ловилась, там питьевая вода-то собиралась с нами с ручьев, везлась в бачке, и как бы это для тайги, ну, просто нонсенс. И, конечно, ну, надо выяснять, почему так, почему так, и почему три года назад было все гораздо чище. Это и сотрудники Зейского заповедника, и местные люди, которые попадались на реке, охотники, рыбаки, они говорили одно и то же. 1200 юных амурчан этим летом учатся работать на Малой Забайкальской железной дороге. Будущие проводники, машинисты, сигналисты осваивают специальности в свободном. Там узколинейная ветка действует почти 80 лет. Она, кстати, самая протяженная в мире. Наш корреспондент Денис Вериденко увидел, как работают юные железнодорожники. Пять дней в неделю на четырех станциях свободного курсирует локомотив с детьми. И школьники в этом поезде не отдыхают, работают. На Малой железной дороге ребята проходят практику и учатся быть настоящими железнодорожниками. Маша Литвинцева – самый юный проводник в Преамурье. Сегодня у нее первый рейс, и она готовит вагон к отправлению. Уже сейчас Маша знает, что будет работать на железной дороге. Говорит, профессия перспективная. По АЖД можно будет пойти дальше, ну, по профессии какой-нибудь. Когда мы отправляем поезд, я высовываю желтый флажочек в свернутом виде. Когда мы приезжаем и возвращаемся обратно, я меняю табличку. Каждый день у ребят новая специальность. Сегодня они диспетчеры, завтра кассиры, проводники, дикторы и помощники машиниста. И так всю неделю. До обеда на дежурство выходят свободненцы, после – ребята из других районов области. Ревизора. Самое интересное было. Почему? Мне нравится билет ходить проверять. Перебивайте пути перед близкой и будущей поездом. Перебивайте себя от близких и несчастных случаев. Будьте осторожны. В этом году практику решили пройти 1200 детей. Александр Петров работает на малой ЗАБЖД уже четвертый год. Сегодня он дежурный по станции «Юность». Я отвечаю и за отправление и прием поезда на станцию, производство маневровой работы, закрепление продвижного состава, тормозным башмаком, чтобы поезд, когда производится маневровая работа, поезд, точнее, продвижный состав не мог укатиться самовольно. Детская железная дорога работает только летом. Однако у пассажиров пользуются большим спросом. Амурчане ездят на дачи, в оздоровительные лагеря. Цена билета, можно сказать, тоже детская. Всего 50 рублей. Кстати, несколько лет назад здесь обновили локомотивы, заменили стрелки, которые раньше приходилось переводить вручную. Работа стала полностью автоматизированной. Привлекает юных железнодорожников и то, что результаты практики им засчитывают при поступлении в ВУЗы. В прошлом году почти половина выпускников Малой Забайкальской поступили в железнодорожные учебные заведения при Амуре и Хабаровского края. Еще они находятся именно в условиях, как и железная дорога. То есть в этих жестких, строгих условиях, серьезных, как взрослые. Они себя, конечно, ощущают здесь взрослыми, относятся к этому очень серьезно, потому что мы их уже сейчас подготавливаем именно к взрослой жизни. То есть мы готовим себе замену. Всего же детских железных дорог в России 25. В Приамуре самая длинная – 10,5 километров. Ее открыли еще до войны. В этом году Малая Забайкальская отметит 77-й день рождения. За два дня до профессионального праздника железнодорожников. Денис Свериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Смотреть нашу программу теперь вы можете на Амурском областном, в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. Ну а пересматривать понравившиеся выпуски в социальных сетях на страничке Амурского областного, в фейсбуке, а также одноклассниках. Вместе с тем на сайте mroble.tb. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»